Здоровеньки, амиго! Погнали, посмотрим видосичек. Друзья, это видео не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой, не достигшим совершеннолетия и просто впечатлительным людям. Некоторые материалы этого видео просто шокируют. Привет. Учли, да? Учли, ребята? Привет, с вами Гео. Совсем недавно я рассказывал про ужасные опыты на людях, которые проводил доктор Менгеле в Освенции. Тысячи жертв были замучены насмерть, без всякой практической пользы. Но вообще эксперименты на людях ставили далеко не только немцы нацистской Германии. В комментариях меня много раз просили рассказать про японский отряд 731. Эти чуваки действовали в то же самое время, что и немецкие фабрики смерти. Но я не хотел о них рассказывать так скоро после Менгеля. Тема похожая. Думал, может быть вернусь к ней как-нибудь позже. Но сейчас кажется, что никакого позже быть не может. Ютуб могут закрыть в любую минуту. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм, чтобы не потеряться. Так вот, раз пошла такая жара, то не будем откладывать в долгий ящик рассказ об очередных ужасах войны. Итак, Вторая мировая унесла миллионы человеческих жизней. Какие-то истории известны лучше, типа окончательного решения еврейского вопроса. А какие-то хуже, типа попыток японцев изобрести чумную бомбу, когда были убиты десятки тысяч жителей Китая. Документы уничтожены, руководители проекта не понесли даже формального наказания. А официально Япония признала существование отряда 731 только в 90-м. До этого момента он проходил по документам как отдел профилактики и очистки воды Квантунской армии. Ничем не примечательное название обычной медицинской организации. Итак, чем по сути являлся отряд 731? Это нельзя было назвать концлагерем в привычном понимании этого слова. Там не было бараков на несколько тысяч человек. Не было газовых камер и принудительного труда. Перед сотрудниками отряда стояли вполне практичные научные цели. Как можно лучше изучить возможности человеческого организма. Без оглядки на гуманность. Понять, как тело реагирует на холод, давление, разные болезни, кровопотери и снаряды. Руководил отрядом военный хирург Сиро Иси. И был он, прямо скажем, личностью специфичным. Иси происходил... Ну, кстати, про концлагеря, японский концлагеря, я уже наслышан. Есть даже фильмы по этой теме. Как-то даже мимолетно смотрел. Мало из этого всего приятного было. Богатый японской семьи. Он отлично учился, но одноклассники считали его дерзким и высокомерным. После медицинской школы он недолго поработал в армии. А потом был отправлен углублять образование в аспирантуре. Там Иси тоже проявил себя как способный студент, которому вообще пофиг на других людей. Например, он любил ставить эксперименты по ночам на оборудование, которое тщательно вымыли другие ученики. Но сам за собой никогда не убирал. Чем бесил абсолютно всех, включая преподавателей. А вместо домашних животных Исио заводил себе бактерии в пробирках. Ярый националист и фанат императора, с 1926 года Исио начал выступать за создание Японии собственной программы биологического оружия. В 1928 году он путешествовал по Европе, где изучал опыт применения ядовитых газов во время Первой мировой. В Европе, кстати, эту практику сочли бесчеловечной и запретили использовать газ в качестве оружия. А вот молодой японский врач, наоборот, решил, что это был чрезвычайно эффективный метод борьбы с вражескими солдатами. И начал лоббировать создание такого оружия в Японии. Благодаря чему быстро нашел высокопоставленных покровителей. Главным сторонником Исио стал министр армии. Врач быстро рос по карьерной лестнице и в 1936 году был назначен руководителем недавно созданного отряда 731. Туда он пришел в звании майора и за несколько лет войны дослужился до генерал-лейтенанта. Свои звания и награды Исио получил за убийство огромного количества военнопленных и гражданского населения. По самым большим оценкам было убито около полумиллиона человек. Основной комплекс зданий и отряда находился не в Японии, а Манчжури. Часть Китая, которую японцы захватили во время войны. Это было сделано специально, так как сюда было проще свозить пленных. Кстати, это была не первая попытка японцев создать биолабораторию. Исио еще в 1932 году возглавлял так называемое подразделение ТОГО. Оно уже во многом напоминало будущую фабрику убийств. Туда свозили заключенных, хорошо кормили и мерили все показатели здоровья. И как только врачи приходили к выводу, что пациент полностью здоров, его убивали самым изощренным способом. Например, медленно выпускали всю кровь и смотрели, когда наступает смерть. Или морили голодом. Или вообще заражали смертельными болезнями. Эту лавочку пришлось прикрыть через два года, когда один из заключенных сбежал. Он мог выдать местоположение лабораторий и рассказать, какая жесть там творилась. Поэтому японцы максимально быстро все закрыли, сожгли, расстреляли оставшихся и переехали. Исио учел ошибки прошлого, поэтому основной комплекс отряда 731 строился как крепость. За все года его существования оттуда не смог сбежать никто. У заключенных не было имен. Но каждому при входе выдавали трехзначный номер и запирали в одиночной камере в цепях. Никаких тебе бараков на тысячи человек, как в Германии. Японцы вывели обесчеловечивание людей на новый уровень. Заключенных буквально не считали за людей. Между собой персонал называл их бревнами. Этот термин возник как черная шутка, потому что по документам здания отряда официально считалось лицопилкой. Кстати, даже во время войны японские ученые из отряда спокойно публиковали результаты своих исследований в международных научных журналах. Там детально описывались все этапы экспериментов. Но говорилось, что проводились они не на людях, а на неких манчужурских обезьянах. Стать подопытным кроликом в отряде 731 можно было несколькими путями. В отличие от Германии, где в концлагеря просто отправляли всех евреев, у японцев не было такой четкой национальной политики. Поэтому заключенных выбирали не по национальному признаку, а по социальному статусу. Если можно так сказать. В лагерь отправляли обычных преступников, партизан, политических заключенных, бездомных и тех, кого арестовывала военная полиция за предполагаемую антияпонскую деятельность. 70% заключенных были китайцами. А остальные, кем попало? От русских военнопленных до индусов и даже новозеландцев. Пол и возраст людей при этом были не важны. В лагерь тащили и женщин, и стариков, и детей. Некоторых женщин даже насильно оплодотворяли, чтобы проводить опыты на беременных. И понятное дело, что Сиро Исии был далеко не единственным врачом. В пытках участвовало около 300 ученых со всей Японии. И практически никто из них ни разу не проявил никаких признаков жалости. К описанию самих экспериментов я перейду чуть позже. А сейчас скажу, что далеко не все из них имели какие-то конкретные цели. Часто японские врачи делали что-то просто за тем, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Так сказать, из профессионального любопытства. Например, посмотреть, как ведет себя тело, если ему отрубить голову. Или что будет, если человеку удалить желудок и прикрепить пищевод напрямую к кишечнику. Заключенных никто не считал. Убьешь одного, завтра тебе привезут еще. Так что не было никакой необходимости беречь людей хотя бы из прагматических соображений. И если так проводились несерьезные опыты, то что говорить о серьезных? Заключенного вводили бактерии чумы, тифа и других болезней. Для изучения венерических заболеваний заключенных насильно заставляли заниматься сексом. Чтобы посмотреть, как эти болезни передаются. А чтобы посмотреть, передается ли болезнь ребенку, больных женщин насильно оплодотворяли. Кстати, иногда охранники насиловали женщин просто так, без всякого научного смысла. Но и это еще не все. Чтобы понять, как болезнь ведет себя внутри человеческого тела, нужно как-то внутрь тела заглянуть. А как это сделать? Легко. Надо просто разрезать живого человека от груди до лобка. И без анестезии. Потому что анестезию жалко. Она пригодится на фронте. А заключенных не жалко. Но одними болезнями дело не ограничивалось. Бревнам ампутировали разные конечности, чтобы изучить кровопотери. Удаляли части легких, печени и даже мозга, чтобы посмотреть, что случится с организмом. Кстати, вскрывать живых людей любили не только в отряде 731. Этим промышляли больше тысячи военных врачей по всему оккупированному Китаю. Но и это еще не все. Еще в отряде использовали человеческие мишени для испытания оружия. Например, гранат и огнеметов. Людей притаскивали на полигон, одевали в разную одежду и устраивали взрывы на разном расстоянии от них. Ну, чтобы рассчитать оптимальное расстояние для убийства. Таким же способом на людях испытывали все. От артиллерийских снарядов с шрапнелью до штыков и ножей. Тех, кто не умер сразу, пытались лечить. Но не из гуманных соображений. А только для того, чтобы понять, какие ранения можно вылечить, а какие нет. Вообще, как, чем и за сколько можно было убить человека было основной целью всех экспериментов. И для этой цели японцы придумывали самые изощренные способы убийства. Про то, как людей лишали еды, я уже говорил. Но еще заключенных сажали в барокамеры и выкачивали воздух. К слову, в Германии так тоже делали. Но японцы шли еще дальше. И у них людей в камерах буквально разрывало. И еще заключенных жгли, меняли им человеческую кровь на лошадиную. Вешали вниз головой на несколько дней. Клали на них тяжелые предметы. Били током. Не давали пить. Засовывали в центрифуге и раскручивали до смерти. Травили радиацией, химией и даже хоронили заживо. Некоторые такие... Пиздец, просто... Просто пиздец. Это реально жестко. Я... Даже страшно это представлять в голове, что творили просто с людьми. С обычными людьми. Какие тесты позже были описаны самими участниками. Как психопатически-садистски. Как у людей, кто это все делал, как у них с психикой вообще было. Как им нормально вообще было. Вот это мне непонятно. Без какого-либо практического военного применения. Вроде попыток установить, через какое время замерзают трехдневные младенцы. Иногда вскрытие людей проводилось просто для демонстрации. Приезжал какой-нибудь японский генерал и прямо говорил, мол, хочу посмотреть, как выглядят легкие внутри. Врачи говорили, есть. И тут же проводили генерала в операционную. Руководитель направления исследования обморожений Хисату Ясимуру даже написал на основании этих экспериментов научную статью. С видеодемонстрацией. Правда, на пленку были запечатлены смерти не младенцев, а двух взрослых людей. Тем не менее, бесчеловечность экспериментов просто поражает. Кстати, эксперименты проводились не только в стенах лагеря. В Харбине был университет, где обучалось много русских и украинцев. Однажды прямо на паре туда приехала делегация ученых из лагеря. Они собрали парней, отвели в зал, раздели, обвешали датчиками и заставили опустить руки в ледяную воду. Через полчаса, когда почти все испытуемые упали в обморок, японцы остановили эксперимент. Помогли всем отогреть пальцы, извинились и уехали. Никаких угрызений совести Ясимура не испытывал. На страницах статьи, которая, кстати, вышла уже после войны, он спокойно рассказывал. Ну это правда, это можно назвать бесчеловечными учеными, которые... Я только не понимаю, что ими двигало вообще. Какая тяга вообще. ...сказывал, что заморозил до смерти 20 детей. И на основании наблюдений составил индекс устойчивости к обморожению. Причем наблюдения были настолько обширными, что учитывали даже время суток, степень голода, физических нагрузок и кучу других параметров. А на обвинение в бесчеловечности подобных опытов, Ясимура заявил, что зато они помогли спасти тысячи других жизней. В 1978 году Ясимура получил государственную награду из рук императора. Но не думаю, что подопытные бревна были согласны... Пиздец! Еще и просто грамоту получил серьезно! ...государственную награду из рук императора. Но не думаю, что подопытные бревна... Только не говори, что все это знали просто верхушки. И просто скрывали. ...были согласны умереть в страшных муках во имя будущих поколений. Кстати, почему никто так и не смог оттуда сбежать? А потому что никто не знал, где он находится. Заключенных доставляли по ночам в автомобилях... Знаете, не, ну это можно назвать реально адом. Это место можно просто назвать адом на земле. Без окон. Последний участок дороги машина ехала под землей. Люди вообще не понимали, куда их везут и где они оказались. Они не видели ни пейзажа за окном, ни неба, ни вообще ничего. Их держали в одиночных камерах без окон. А двери с камер вела в сложную систему коридоров, из которых не было выхода. За все время там был всего лишь один бунт. Кстати, организовали его двое русских пленных. Начало было как в кино. Один заключенный притворился больным, а когда в камеру вошел охранник, то накинулся на него и отнял ключи. Он открыл все двери, которые смог найти. Выпустил десятки людей. Но лабиринт коридоров оказался непреодолимым препятствием. В итоге охранники просто застрелили всех бунтовщиков. Впрочем, учитывая, каким пыткам они могли бы подвергнуться, это, можно сказать, им еще повезло. Средняя продолжительность жизни одного заключенного составляла два месяца. В лучшем случае, это время растягивалось до года. А вот вам еще один интересный факт. По большому счету, японцам было наплевать, кого убивать ради науки. Был там такой врач по имени Исио Суду. Ему не повезло в ходе одного из экспериментов заразиться чумой. Думаете, его поместили в специальный бокс и начали усиленно лечить? Как бы не так, доктор Суду стали исследовать точно так же, как и других бревен. Как он постепенно теряет вес, покрывается фиолетовыми пятнами. Как дышать с каждым днем ему становится все труднее. Ну и в конце его, как и остальных, привязали к хирургическому столу и выпустили кишки. И, видимо, Суду до последнего не понимал, к чему все идет. Потому что, по воспоминаниям очевидцев, его последним словом был крик «Скотина». И кричал он в адрес того, кто подошел к нему со скальпелем. Но отряд 731 прославился далеко не только такими вот экспериментами. В смысле не только такими? Там что-то еще есть? Это еще не все? Вот это еще не все? Какого? В начале ролика я сказал, что жертвами отряды считаются около полумиллиона человек. Понятно, что такое количество 300 врачей, ну, никак не могли убить собственными руками. Даже за несколько лет войны. Так откуда же эти жертвы взялись? Ответ опять же в том, о чем я уже говорил сегодня. Главной задачей отряда было создание биологического оружия. Воевать на фронте с действующей армией. Это опасно и дорого. Куда проще устроить в тылу врага эпидемию и захватить уже опустевшие города. Но биологическое оружие, как и любое другое, требует испытаний. Тем более, что попытки применить оружие без испытаний заканчивались неудачей. В 1939 году во время сражений японцев против Красной Армии в районе Халхинг-Гола группа ученых под руководством все того же Широ Исии решила заразить советских солдат Тифом. Для этого они вылили несколько бочек отравленной воды в реку, которая текла в сторону советских позиций. Но что-то пошло не так. И никто не заболел. Так что перед новой атакой было решено сначала испробовать новое оружие на местных жителях. Я не шучу. Никакого специального отбора испытуемых не было. Самолеты просто начали сбрасывать чумных блох прямо на города. Первой целью стали Нинба и Чанды в 1940 году. В результате от чумы там погибло несколько десятков тысяч человек. Но и если... Это было далеко не все. В Нанкине японцы заразили Тифом колодцы, откуда местные жители брали воду. Уже через несколько дней в городе вспыхнула эпидемия. Исследователи с восторгом писали, что Тиф это самая эффективная болезнь. Всего японцы провели 12 таких испытаний, от которых пострадали 11 китайских городов. Китайских жителей заражали не только чумой и Тифом, но и холерой, оспой, бутулизмом и сибирской язвой. Иногда зараженные посылки выдавались за гуманитарную помощь. А когда в городе начиналась эпидемия, туда просто входили японцы в защитных костюмах и осматривали умирающих. Конструкцию блошиной бомбы предложил личный руководитель отряда 731 ИСИО СИРУ. Но опять же история знает один случай Friendly Fire. Одну бомбу с холерой скинули в город, рядом с которой стояла японская армия. Погибло не только 10 тысяч китайских граждан, но и 1700 японских солдат. Китайское правительство направило делегацию в пострадавшие районы для лечения и фиксации нападений. Китайские ученые написали доклад для всех союзных стран. Но он прошел почти незамечен. Только в 43-м году Франклин Рузвельт официально осудил применение японцами биологического оружия. Вообще, в ходе испытаний по разным оценкам погибло около 400 тысяч гражданских лиц. Но все это были бессмысленные жертвы. Потому что подобные чумные бомбы ни разу не использовались для реальных боевых задач. Планы у японцев были такие. ИСИО лоббировал идею устроить биологическую атаку на Калифорнию. Но сначала против выступал один из министров. А когда дата атаки все-таки была назначена, война закончилась. Территория, на которой находился основной комплекс отряда 731, в 45-м году заняла Красная Армия. Японцам пришлось спешно бросить оборудование, а сверху пришел приказ замести все следы. Были уничтожены документы, были убиты оставшиеся 300 заключенных. И даже расстреляны 600 работников лагеря. Здание комплекса взорвали. А каждому начальнику и врачу были выданы капсулы с ядом. Чтоб в случае попадания в плен они не выдали секретной информации. Но как же при такой секретности нам все-таки стало известно, что творилось в отряде? Спасибо, надо сказать, подполковнику Сандерсу. Это не тот, который КФС, а настоящий полковник. Он прибыл в Японию сразу после войны, чтобы исследовать программу японского биологического оружия. Он, естественно, ничего не знал об отряде 731. Зато нашелся аргумент, который безотказно подействовал на японцев. Он пригрозил ученым, что если они откажутся сотрудничать, то их выдадут Советскому Союзу. Угроза подействовала. И уже на следующий день Сандерс получил рукописное признание, которое передал лично генералу Маккарту. Так американцы впервые узнали, какими ужасами занимались японцы на самом деле. Но помните, я говорил, что практически никто из них не понес никакого наказания? Как это возможно? Ведь немецкие сотрудники концлагерей так легко не отделались. Многих из них казнили, а других приговорили к длительным срокам. А дело было в том, что Маккарту тайно предоставил иммунитет всему руководству лагеря. Зачем? Чтобы детали военной программы Японии не стали достоянием общественности. И про них никто бы не узнал. Особенно Советский Союз. После войны в Японии прошел свой военный трибунал. Что-то вроде Нюрнбергского. Но там перед судом не предстал ни один врач из отряда. Всего один раз прокурор сказал что-то про эксперименты с ядами. Но дальше этого дела не зашло. Сиру Иси спокойно дожил до старости и даже ездил в США с курсом лекций. В Японии он открыл клинику для бедных, где лечил пациентов бесплатно. Еще один врач стал директором крупнейшей японской фармкомпании, где работал до самой смерти. В общем, убили кучу людей и сделали себе хорошие карьеры. Кстати, а насколько обоснованным был страх японцев перед СССР? И насколько верным был расчет американцев, что отказ от наказания отряда 731 будет меньшим злом по сравнению с тем, что Советы получат данные по биологическому оружию. В 1949 году Советский Союз провел собственный суд над японскими пленами. Там открыто обсуждались преступления отряда 731. На скамье подсудимых были семь японских генералов и врачей. В итоге все они были приговорены к тюремным срокам от 2 до 25 лет. По советским меркам это были необычно мягкие приговоры для военных преступников. Но что еще страннее, что все они были освобождены уже в 50-х и спокойно вернулись на родину. Кстати, я слышал, что после возвращения в Японию врачам предлагали написать мемуары об ужасах лагерей. Не согласился ни один. Потому что в лагерях они, вероятно, не были. И есть все основания полагать, что японцы зря боялись СССР. Вероятно, там они тоже получили минимальные сроки в обмен на информацию о биологическом оружии. В итоге получилась парадоксальная ситуация. Из-за страха Америки и СССР друг перед другом, японские садисты ушли от наказания. А хочется, чтобы зло в итоге все-таки было наказано. Всего хорошего. Жесть. Просто жесть. По итогу, всех, кто был ответственен, ждал, так сказать, хороший конец. Я, честно, я даже не знаю, как это комментировать. Во-первых, для нормального человека слышать это и все, и осознавать это ненормально. Это как-то аморально даже представлять, каким пыткам подвергались люди, что они испытывали. Даже как-то реально жутко и не по себе. Я более чем уверен, что этой теме есть куда больше уделенного времени. И Гео постарался минимально, минимально нам об этом деле всем рассказать. Ну, или, возможно, минимальной информации, в принципе, есть по этой теме. Я бы, честно, сразу скажу, я бы, честно, не стал бы углубляться в эту тему. Она действительно жесткая. И не хотел бы углубляться. Вообще все эти эксперименты и издевательства над людьми, это жестко, это аморально. Мне лично об этом не сильно хочется как-то углубляться в это все дело. Поверхностно я это знаю. И этого вполне более чем достаточно. Грустно только от того, что виновники не понесли настоящего, как бы достойного наказания. Все виновники всего этого реально нифига не понесли. Один там бесплатную клинику там открыл, замаливая свои грехи или так. Я даже не знаю. Как им спалось, я даже... Я даже мне просто в голове не укладывается, как им после всего этого спалось, чувствовалось. Как они себя ощущали, в принципе. Нормально вам, ребята, или как вообще после всего этого? Ладно, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok